С вами Стоун, сегодня у нас немцы, Петта Сау, ветка як ПЗС-100, поехали! И давайте, конечно, по традиции мы уже песок трогать не будем, пусть они там катаются и веселятся, это не наша задача. Хотелось бы отметить Хетцера, но, скорее всего, я сделаю по нему гайд, так что его пока отложим в стронку и поехали со Штуга. Штуга, расхваливать эту машину почему бы и нет, на самом деле достойно внимания, но хотелось бы сказать о самом главном минусе. В отличие от Хетцера здесь брони нет, ну как она и есть, но ее недостаточно, вас могут иногда не пробивать, но в принципе вас пробивают всегда и везде, так что будьте к этому готовы. И геймплей на ней нужно делать явно не геройский, ведь во лбу всего 60-80 мм, но пушка более чем отличная, ведь сведение 1.7, точность тоже отличная, пробиваем мы аж 150 ббшкой, альфа, правда, небольшая, 135, но так или иначе мы будем насовывать, 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 напихивать, напихивать. И с таким пробоем мы будем пробивать фактически всегда, всех, везде и как только можно, так что пушка у нее вполне себе ничего. В общем можно ставить спокойно позади, там напихивать и не париться, а если нужно, то у нашей ПТ 21 лошадь на тонну, 21 лошадь на тонну, то есть ездим и мягко сказано очень даже ничего. Крутимся на месте мы тоже весьма нехило и этим нужно пользоваться, где-то во время подъехать, где-то отъехать, динамика и ствол дают массу бонусов этой машине, плюс маленький силуэт, и это тоже большой плюс. И реализация этого всего будет зависеть только от вас, оставлять ли ее у себя или нет, дело ваше, но я думаю все-таки нет. В целом это классное ПТ, 17 лошадь на тонну, очень низкий силуэт, немного рикошетный ВЛУД, но собственно и все. Из минусов там защищенности все-таки нет, но нет, вас пробивает все там на 6 левеле, там куда угодно и как угодно, пробоя не хватает, у нас 132, у штуга даже 150, правда альфа 220, в общем если вы обеспечены танки, заряжаем голду и не жужжим. Как же мне играть, во-первых впереди играть сложно, потому что она не защищена, в общем вы погибаете и так далее, единственный выбор это стоять в кустах, и адово маленький силуэт позволяет это делать, цепляем трубы, сидим фапаем, ждем, пытаемся дамажить, если не надамажили, то слились, если надамажили, то может быть победили, вот и весь геймплей. Оставлять ли ее или нет, думаю вы поняли. Ну вот он переломный момент в нашей ветке, за место маленьких низеньких птшек мы получаем вот эту елдину, дата не мастодон, бывает и побольше, но тем не менее она не маленькая, и что же нужно понять перед тем как садиться на нее. Если эти маленькие птшки там валялись в кустах, и их никто не видел, и никому они не были нужны, и не светились по лбу, то вы будете светиться и вас будут видеть, и конечно же по вам будут кидать, и конечно же вас будут попадать, и конечно же вас будут пробивать, потому что во лбу 140 миллиметров, так что в плане бродить танк слабоват, а во лбу у нас что? Во лбу у нас трансмиссия, а на что? Правильно, вы будете полыхать, так что будьте к этому готовы. Кстати, все предыдущие пт были очень слепые, и эта пт от них не очень-то отличаются, всего 370 метров на седьмом левеле, но все-таки у этой машины есть одно но. Но это пушка, топовая, точность отличная, сведение 1.7, пробиваем 200, альфа 320, тяжей типа Т29, и с дальней дистанцией мы наказываем просто как папа на нем сыночка. И кстати, если вы в топе, то считайте то, что ваша пушка это самая адовая пушка среди всех танков фактически, и ее нужно по-любому пытаться реализовать, по-любому, любыми способами. Если вам заветят, сидите, не жужжите, пытайтесь кидать, у вас это будет получаться, потому что точно сведение все этому способствует. Если же команда давит, давите с ней, не стесняйтесь, сидите, атакуйте. Вообще действуйте очень активно, потому что на самом деле ствол очень тащит, но балансировать между безопасной и эффективной игрой не всегда выходит, так что будьте внимательны. Все, конечно, зависит от карты, от респа и так далее в целом, ПТ очень даже доставляет, оставлять или нет, ну почему бы и нет, если у вас на ней будет получаться. Вот и подошли к восьмому левелу, здесь Федя и Яга есть, через что отличаться я же и вам не скажу, потому что я сделаю сравнение танков, буквально вот-вот, вы узнаете, что в лучшей актуальне в наших реалиях рандома, а пока что мы идем к Ягдтигру к девятому левелу. Вот она боль вселенская, я хотел бы очень радко о нем сказать, ибо все очень печально, ну почти печально, раньше этот танк танковал, в рубке там 255, она раньше танковала туда-сюда, там уголок, сейчас нет, сейчас голду заряжают и собственно все, весь танк заканчивается. Сзади сбоку брони нет, в ЛД в принципе там 238, но все девятки почти имеют пробой выше, чем это. Максимум, что можно сделать на этом танке, это стоять позади всего, что есть, и настреливать, пытаться что-то там реализовать свою пушку, ибо пушка-то очень даже ничего. О, 276 ББшка и 352 под калибром, но альфа 560 мало что ли? Да нет, не мало, в принципе отлично. Сведение о точности также очень даже доставляет, и можно сказать, что танк неплох лишь из-за своей пушки. Не будь этой пушки, танк был бы полным, полным говнищем. И танк себя будет показывать и реализовать, если только дать ему дамаж. Если танк не дамажит, то это в принципе ненужное 90 или сколько, там 80 тонн металла просто, все, на помойку. Геймплей на нем такой очень локальный и неспешный. Пытаетесь там дамажку дать, как-то еще можете перейдить и опять стоите. Ну такой неспешный, там от точки к точке, там максимум. В основном в принципе можно на нем направление какое-то держать, стоять, и этого достаточно. Но если идет команда к сливу, то помочь как-то прохелпить вы все-таки не сможете за вашей убогой динамики. И часто бывает, что в конце боя остается несколько танков, в этом числе, конечно же, вы, противники вас приспокойненько, тихонечко, неспешно убивают. Но так или иначе, несмотря на всю боль, мне эта ПТ нравится. Не знаю почему, она очень-очень красивая, просто я ценю как минимум за это, ну и пушка у нее тоже классная. В нынешних реалиях Яга, ну, она не может тащить, сложно это очень. И, конечно, оставлять ее, думаю, не стоит. Все-таки пожалеете свои нервы. Ну вот, мы и дошли до 10-го левела Яг ПЗ Е100. Как и Яга, она очень команднозависимая и легкой жизни у вас на ней не будет, даже не ждите там изликаточек. Что мы видим, когда мы смотрим на эту ПТ? Она таки тянет, мол, иди, чувак, самое мясо, иди там по быку, потанкуй там, ВЛД тащит, неплохая рубка, все дела. А НЛД нам такой, хозяин, я ведь очень ватный, ты ведь помнишь, как мы полыхали в прошлом бою? Давай же постоим чуть позади всех и будем кидать в лицо по тысяче. Это я к тому, что когда вас видят, целятся именно в НЛД. На 10-м левеле он прошивается как два пальца об асфальт, но если вы его спрячете, то банально кинут трубку голдой. И с большой долей вероятности вас пробьют, ибо на 10-м левеле пробоя голдой хватает, чтобы прошивать трубку насквозь. Динамика, к слову, очень слабая, мы можем занять какую-то позицию, дейфить ее, мы можем немного перекатиться куда-либо, но не более, заезжать куда-то вперед на самом деле опасно. Если я начну захватать базу, вы тупо банально не успеете назад ее сбить, приехать. То же самое касается и Ягдтигра. Ну а что же все-таки тащит в нашей машине, а тащит у нас ствол, я даже не буду перечислять его ТХ. Сведение, точность, бронепробитие, это просто все настолько шикарное, что на самом деле очень убойная пушка. Альфа у нас одна тысяча, и если дать этому танку спокойно вести огонь, то улыбка с вашего лица должна не сходить после боя как минимум минут еще 20. Ну а в целом-то ствол очень сложно реализовывать, вы можете накидать там 5-6 тысяч, это будет вполне себе очень для Яги. А можете боев 5-5 подряд слиться с тысячей или с двумя тысячами, то есть с тулем такое бывает. Танк не очень стабильный, так как очень сложный в освоении, и для нашего рандома он очень плохо подходит. Это очень нестабильная ПТ. Стоит ли выкачивать предыдущиеся танки ради этого? Ну, думаю стоит. Во-первых, она мне безумно визуально нравится, как и Ягдтигр, как и Ягдпазе 100, как и Ягдпантера, ну не знаю, мне просто визуальная составляющая очень, очень сильно решает для меня. Ну и Альфа 1000, а все-таки это на самом деле бывает фаново, там стоишь и накидываешь тысячу-тысячу, так оооо, прям классно тебе! Радуешься, веселишься, а бывает залетает бачат тебе в спину, и ты ничего не можешь сделать, и это норма. Все-таки машина неплохая, где-то даже очень доставляющая, так что если вы будете качать эту ветку, то желаю вам удачи, а с вами был Стоун, всем всего и пока-пока! Подписывайтесь на канал, скоро будет сравнение ПТ-8 этих немецких, так что ждите, никуда не денутся, и будет Эпик Нигагайд по Т57 Хэви. Ладно, всем пока-пока! Продолжение следует...